Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». А мы в гостях у героя, который мог бы стать блестящим заслуженным учителем математики или, к примеру, преподавателем танцев, но выбрал другую достойную профессию. Знакомьтесь, Геннадий Пашин. В одном из интервью мой герой на вопрос, с кем вы себя ассоциируете, сходу ответил «Дед Мороз из сказки «Морозка». Задумаешься, а ведь и правда, все население региона от рождения до тризны под крылом его альма-матр – Рязанского отделения пенсионного фонда. На улицах его, правда, не узнают, а вот почему-то в парикмахерских он часто слышит фразу «Вы ли это?». Я по своей склонности вообще люблю людей. То есть вот у меня нет какого-то негатива к кому-то. Вот я всегда смотрю на человека и вижу у него не то, чтобы его отталкивало, а вот что привлекает. Или внешне, или вот удивляюсь, надо же как там цвет одежды подобран у человека. Или там какой-то взгляд у него интересный. И, конечно, вот общение с людьми, оно всегда мне доставляет большое удовольствие. Редкое качество, тем более для руководителя. К его кабинету не выстраиваются длинные очереди, но если уж приходит человек, значит, другого способа быть услышанным не нашел, и двери перед ним никто не захлопнет. Ко мне приходит человек, который действительно чувствует, что что-то несправедливо. Хотя у него нет обиды на наших специалистов, что они, да, он понимает, что все делали правильно, ну вот он говорит, ну я тут 45 лет отработал, там, допустим, пастухом, там, или в шахте и так далее, а у меня пенсия вот там на уровне соседки, которая торговала в магазине. Говорит, ну как такое можно? Вот начинаю с ним беседовать, ну как-то разъяснять то, что мы исполнительный орган, мы не законодатель. Как сказала героиня известного фильма, сложно руководить тремя, а когда научишься, количество подчиненных значения не имеет. У Геннадия Пашина более 1200 сотрудников по всему региону, и каждый знает, что бы ни случилось, начальник с плеча не рубит, сначала разберется. Я мало или редко повышаю голос, но бывают моменты, что приходится это делать, потому что бывает, ну, наплыв проблем, которые надо решать срочно и качественно, а иногда кто-то этого не сделал, приходится как-то выражать свои чувства, что ли. Геннадий Пашин – человек старой закалки, когда от соседей дверь не закрывали, людей ценили за человеческие качества, а все, что было в доме, щедро делилось на всю дворовую детвору. Их семью считали самой доброжелательной. Я родился в Ивановской области, в небольшой деревне, которая называется Поляково. Район мой Пистяковский, граничит как раз с Нижегородской областью. Поэтому мой говор даже похож чисто на волшки. Я очень часто окаю, потому как бы сразу видно, что человек не из Рязани. В отличие от многих, он гордится, что вырос в скромной деревеньке. Помогал родителям заготавливать сено для большого хозяйства и заниматься огородом. Зато в его детстве был самый свежий воздух, самая зеленая трава и настоящие дворовые игры. Это был очижик, русская лапта, это был футбол, хоккей. В хоккей в основном мы играли, конечно, без коньков, в валенках. Сами чистили лед. Я даже помню, мы в зимние каникулы, луна светит. И мы выходили в 10 вечера и до двух ночи играли в хоккей. Вот такие приятные воспоминания. И сейчас, когда в лунную ночь я бываю на даче, эти теплые детские воспоминания, они возвращаются. И становится очень тепло и радостно на душе, что такие мгновения в жизни были. Между прочим, он и сейчас не убирает коньки на дальнюю полку. Кто бы подумал, что Геннадий Пашин в недавнем прошлом заядлый путешественник и покоритель горных вершин. Кавказ, Крым, Урал. Сегодня хобби не то что спокойнее, а скорее респектабельнее. Созерцание картин Рериха, рыбалка и любимая дача. Рекордов на гряках они с супругой не ставят, но свежая зелень к столу всегда имеется. А если зазвучат звуки вальса, то и еще одно старое увлечение ждать себя не заставит. Занятие больным танцем стало большое удовольствие. В его юности было модно уметь танцевать, а самыми уважаемыми считались, представьте, скромной профессией врача и учителя. Он выбрал вторую. И при том, что легко справился с заданиями на экзаменах, маме решительно заявил. Если сегодня домой не приеду, значит не поступил. И меня больше нет. В тот день списки студентов так и не вывесили. Пришлось остаться в общежитии на ночь. Соответственно, телефонов не было, чтобы сказать. И когда я на следующий день вернулся домой, иду по полю, и навстречу идет женщина с соседкой, говорит, Генн, беги домой, там мать с ума сходит. Такой неприятный поступок, с моей стороны, был по отношению к родителям. Он до сих пор не простил себе этой дерзости и признается, что к крайним мерам прибегать ни за что бы не стал. Не привык пасовать перед трудностями. Так, уже через несколько лет, в одной из школ Брянской области появился молодой специалист, учитель математики Геннадий Васильевич Пашин. Тот материал, который мы учили, он был намного проще, был более понятлив. Ну, а знания по глубине тоже те же самые. Ну, единственное, только в 10-м классе вели там интегралы. Вот это направление, которое у нас не было. Тогда любая школа ждала новые кадры. Учителя были не в пример нынешним, а весь их нехитрый быт составляли маленькие комнатки в доме, теплые печки и общие коридоры. У него была легендарная хозяйка, женщина, которая помогала брянским партизанским отрядам. Три раза немцы выводили ее на расстрел, но так и не сломили дух. В таком окружении неизбежно становились взрослее, мудрее и человечнее. Он позволял списывать только тем, которые знали, что им математика не нужна. Через некоторое время Геннадий Пашин возглавил педагогический коллектив. Когда в моду вошел знаменитый брежневский лозунг «Экономика должна быть экономной», он, как директор школы, первым обязан был показать достойный пример. Пришлось осваивать финансы и экономику. Как говорит он сам, главное во всем следовать принципу целесообразности и не стараться мерить себя и людей по чужим шаблонам. Руководитель всегда больше времени уделяет, наверное, работе, а тем более руководители федерального уровня, как вот у меня. У меня было очень много командировок и по районам, и в другие регионы, совещания различные. Вот у меня даже коллекция пейджиков, в каких регионах я побывал за время своей работы. Здесь есть и выезды за границу. То есть мы, пенсионный фонд очень много нам сделал, хорошего в плане повышения профессионального уровня, это когда различные семинары организовывались по изучению того или иного опыта пенсионного беспречения в странах Европы. Вот в частности в Германии, в Англии, в Польше. Жалеет только об одном – с такой работой почти не видел, как росли дети. Делали свои первые шаги, получали ссадины и радовались пятеркам из школы. Уж с внуками он постарается исправить эту оплошность. Большим романтиком его, пожалуй, не назовешь. Как мудрый человек он прекрасно понимает, что дама сердца нуждается в знаках внимания и будет только рада неожиданно подаренному букету цветов. Но чаще поступает, как большинство мужчин. Просто искренне радуется, что просыпается рядом с любимой. На сантименты времени нет, работа ждет. Это, да, второй дом. Я здесь знаю каждый винтик, каждый болтик, можно так сказать. И все механизмы, которые крутятся внутри нашей структуры. Выплаты, льготы, накопления, капиталы – тут и знающему человеку легко запутаться. Что говорить о наших пенсионерах, которые так натерпелись от государства, что предпочитают верить в наличные, а не в перспективы. Были времена, когда приходилось буквально ночевать на работе. Сегодня есть возможность и у других поучиться, и себя показать. Вот сейчас обслуживаются два подразделения в Крыму. За короткий срок предстоит перевести крымских пенсионеров под крыло и опеку Российского пенсионного фонда. Помимо новой компьютерной техники, приходится отправлять на помощь и сотрудников. Я понимаю наших людей, и специалистов, которые работают у нас. Потому что работа доставляет много психологической нагрузки. Потому что направлений работы очень много у нас. И практически мы обслуживаем все население, начиная с рождения ребенка. Иногда он даже задумывается, а может это и неправильно, совсем ни с кем не ругаться и не иметь врагов. Вроде и несовременно. Но то, что отдельные личности примут за аморфность, большинство сочтет редким человеческим отношением к работе и людям. А для пополнения эмоций адреналина, в конце концов, можно придумать новое хобби. Или неожиданно для супруги прийти домой с корзиной яркой душистой клубники. Субтитры сделал DimaTorzok